Взрослой поликлинике через несколько лет стукнет 50. Ее открыли в 1974 году. Капитального ремонта здесь долго не было, хотя и врачи, и пациенты не раз замечали. Он необходим. Сегодня здание полностью обновили. Изменился фасад и внутренняя отделка. Проведена замена коммуникаций. Знаю, там много просьб еще по лифтам. По лифтам мы договорились. Тоже Светлана Анатольевна дала добро и Андрей Юрьевич. До конца года они должны быть установлены. Современные уже. Надеюсь, что здесь никаких сбоев не будет. И поликлиника уже сейчас в куда более комфортных условиях будет еще лучше. Торжественное открытие взрослой поликлиники состоялось в день города Видное. На праздники особые награды получили семь врачей ВРКБ. После перерезания красной ленты руководство больницы пригласило всех присутствующих на экскурсию по новому зданию. Здесь у нас 3 минуты я тоже получу. Их 3. Это 1, 2, 3. Здесь у нас. Давайте откроем, посмотрим. Обновленное учреждение сегодня соответствует всем стандартам губернаторской программы «Бережливая поликлиника». Здесь организовано разделение потоков терапевтического и диагностического отделений, дневной стационар и, конечно, удобные холлы для комфортного ожидания. Но самое главное – все оборудование в больнице новое. Это новое оборудование в эндоскопической службе – это колоноскопия, гастроскопия. Новое оборудование у офтальмологов, у лор-врачей, у хирургов, у травматологов, у физиотерапии. Вот мы все привыкли видеть какие-то ржавые, старые, железные приборы физиотерапии. Вот есть повод посмотреть, как они выглядят в новом состоянии. На экскурсии гостям показали и кабинет лечебной физкультуры, отделение неотложной помощи, оборудование узкопрофильных специалистов. Врачи описывали все новое с радостью. Теперь и они, и их пациенты будут находиться в комфортной обстановке. Но этого мало, считает депутат Государственной Думы. Нужно поднимать статус медработника. И, конечно, это одна из главных задач сегодня государства на всех уровнях. В Московской области еще есть проблема, так скажем, конкуренции с Москвой, где совершенно другая заработная плата. Мне кажется, Министерство здравоохранения Российской Федерации должно заботиться в этом плане, что доктор должен получать в зависимости от квалификации заработную плату такую же по всей стране. На сегодняшний день переезд в обновленное здание уже завершен. С начала месяца пациентов здесь принимают терапевты, врач-инфекционист и неотложная помощь. Сейчас работу начали и специалисты-онкологи. Также в поликлинике уже можно пройти УЗИ-диагностику.